Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео, с вами Веня Пак и вы на канале LingotripTV. И сегодня мы узнаем, как TikTok меняет английский язык. Ну, почти. В общем, выучим нового. Если вы готовы, поехали! Это не секрет, что доминирующая, так скажем, сторона TikTok это поколение Z. И, конечно же, у каждого поколения есть свой сленг. Сейчас мы в таком очень интересном времени в нашей жизни, что мое поколение Millenials и поколение Gen Z как бы борются за то, кто является сейчас самым таким променантным молодым поколением. То ли мы, молодые и взрослые люди, то ли они, дети, подростки, ну и там люди, кому уже 20 лет. Поэтому много сленга, которым пользуется Gen Z, мы, так скажем, знаем его тоже. И просто очень интересно наблюдать, как язык меняется прямо на наших глазах в интернете, на одной платформе. Давайте начнем с TikTok аббревиатур. Ну, или просто сленговых аббревиатур. И первое, это вообще не аббревиатура, это набор цифр. 1-4-3. Что вы думаете, значит 1-4-3? Еще есть его вариация 1-4-3-7, если это вам даст какую-то подсказку. 1-4-3 означает I love you. 1-4-3-7 означает I love you forever. Цифра обозначает количество букв в этом слове. I love you. Ну и, конечно же, forever. Очень интересно, я бы, наверное, никогда не догадался, если бы я не знал. Конечно же, у нас есть более стандартное ILY, что значит I love you. Или ILYSM. I love you so much. Но вот даже такой вариант с цифрами существует. Следующее, это FR. И FR означает for real. For real значит по правде, серьезно. Are you for real? Например, можно спросить for real? Как вопрос, типа ты серьезно? Wait, for real? For real, for real. N-S-F-W. В общем, таким маркером, наверное, на Reddit помечают контент, который not suitable или not safe for work. То есть, что-то непристойное, что-то 18+, что небезопасно открывать на работе. Таким маркером, как предупреждение, помечают такой контент. N-S-F-W. Следующее, TFW. TFW расшифровывается как that feeling when. Что-то вроде, типа, тот момент, когда, когда вы там, ну, знаете, о чем-то хотите рассказать. T-F-W. That feeling when. What's TFW? That feeling when. Итак, след... Секундочку. Алло. Да ладно. Сегодня? Хорошо, я им скажу хорошо. Спасибо. Сегодня, судя по всему, последний день нашей мега распродажи. 40% скидка на все марафоны и интенсивы на все курсы. Такие, как произношения. Такие, как от Intermediate до Advanced. От Elementary до Intermediate. Ну, просто все. Самые лучшие цены за весь год. Успевайте. Последний день. Ссылка уже вас ждет в описании. Итак, с аббревиатурами мы закончили. Теперь давайте двинемся на прям, ну, действительный сленг. И первое слово, на которое я бы хотел обратить ваше внимание, mid. Что такое mid? Mid это прилагательное. И mid это просто короткая версия слова mediocre, что значит, ну, средненькое. И мы чаще всего используем слово mid в как раз таки плохом смысле. То есть, что-то не является выдающимся. Оно такое, ну, средненькое в плохом смысле. Да, movie was made. Ну, то есть, ну, так себе. 2.7. Медиокр. Следующее это A pick me person. Это значит, кто-то, какой-то человек, кто ведет себя и заявляет, что я не такой, как все другие парни, или я не такая, как все другие девушки. И чаще всего это делается, конечно, с целью получить внимание. То есть, да, и поэтому pick me. A pick me person. Типа, выбери меня, выбери меня. Pick me! No, pick me! Следующее слово, я его очень люблю, это слово simp. Simp это человек, который по уши влюблен в кого-то и не боится об этом говорить публично. Мне кто-то нравится, и я открыто это признаю, например, в интернете. Ну, меня сразу называют simp. То есть, люди это говорят чаще всего с плохим смыслом. Подумаешь. Vibe check, так скажем, такой анализ вашей энергетики, вашей атмосферы. И вы можете либо pass the vibe check, или вы можете fail the vibe check. То есть, если ваша атмосфера, допустим, мне нравится, то я могу про вас сказать, you definitely pass the vibe check. Great vibe! Ну и последняя категория, это emojis. И это очень забавно, мне кажется, я уже немножко староват, чтобы это понимать, но я нашел здесь интересную статью, где написано, что значит emoji сейчас, так скажем, среди, ну, вот этих вот детей, Gen Z. Первое, это, конечно, кепка или нет кепки, да, то есть кепка или запрещенный знак и кепка. И это значит cap или no cap. И в сленге cap, это вранье, и no cap, это я не вру. Вы можете так отвечать людям, если вам кто-то что-то рассказывает, я вам пишу смс, говорю, слушай, я только что был в клубе с Джастином Бибером, и вы, если мне не верите, можете просто прислать кепку, типа, ты врешь. И я могу потом ответить, no cap. То есть не вру, честно говорю. Следующее, очень интересно, это вот эти вот звездочки, потом нижнее подчеркивание и снова звездочки. И это, по идее, значит, I'm very excited, I'm super excited, что-то типа такого. Очень интересно, я такого, например, никогда не видел еще. Дальше, очень-очень интересно, мозг, emoji мозг, и я не говорю, что это значит всегда это 100%. В общем, есть такая фраза. To give brain или to give head. Что обозначает оральный секс? Give brain, give head, give dome. То есть все, что связано с верхом, головой и мозгом, есть такие фразы. Поэтому будьте осторожны с этим вот emoji. Дальше. Это прям, ну, просто супер, мне кажется, наша возрастная категория. Это скелет или гроб. Это значит, что так смешно, что я сейчас умру. То есть вообще очень смешно. Следующее это клоун. Клоун это, ну, типа я дурак или я глупый, я сделал что-то глупое, нелепое, типа клоун. Или кто-то это сделал. То есть, ну, здесь, в принципе, это понятно, и это можно хоть как-то, ну, логика здесь есть. Дальше глаз, открытый рот и глаз. Это почему-то люди принимают как шок или удивление. Но люди говорят, что у него есть небольшой, так скажем, подтекст. Этот конкретный emoji или комбинация emoji, значит, вы чувствуете себя беспомощным, когда вокруг вас что-то происходит, и вы не можете этого избежать. И вы просто, типа, все, что вам остается делать, это смотреть и наблюдать. Ну, вот и все, дорогие друзья. Вот такой вот интересный выпуск погружения в, ну, новый английский язык 2022 года, хоть он уже подходит к концу, но вот эти тренды, я думаю, у нас еще переживут. И следующий год это точно, просто будут добавляться новые, поэтому следите за языком и следите за этим каналом, потому что мы всегда стараемся принести вам всю самую свежую информацию об английском языке, которая меняется практически каждый день. Поэтому удачи, и мы увидимся в следующем видео. Peace!